А вот Каспарова в сборной России уже нет. Давайте посмотрим, как он играет уже будучи на американском континенте. Это партия Каспаров против Керуаны. И вот у нас снова шотландская партия. Так, стабильность признак мастерства. Но вот заметим, что вариант Капаева против него уже не играют. Испугались все. Всех запугал Гарри Кимович. Честно говоря, я думаю, что после этого Блиц-турнира очень многие серьезные шахматисты посмотрят на шотландскую партию новыми глазами. И начнут анализировать эти партии всерьез. Так что наверняка тут Каспаров уже показал пару идей красивых. Итак, без конь Е5 мы обошлись. Вот на Каморре играл конь Е5, слон Е2, Д6. А здесь небольшая, немножко другая трактовка этого варианта. 2-0. Ну что, призадумался сейчас Керуана. Б6. Это принципиально другой вариант. Здесь черный слон выходит на Б7. Можно играть и так. Вообще, конечно, в этом дебюте громадный выбор продолжений. Очень гибкий дебют. И мне кажется, он еще много-много раз будет встречаться на высоком уровне. Здесь есть живая игра. Между прочим, все фигуры на доске по-прежнему. Ни одной размененной. Так что я полагаю, что шахматисты, уставшие, измученные Нарзаном и берлинским вариантом, должны все-таки в шотландской партии находить вот эту отдушину творческую, чтобы поиграть просто в шахматы. Но, конечно, здесь тоже теорию надо учить, учить и узнавать новое. Ну вот меня спрашивает, если будет дележ первого-второго места, будет ли тайбрейк? Я очень надеюсь, дорогие друзья. Я не читал регламент, и, кстати, я обращаюсь ко всем зрителям. Пожалуйста, зайдите на этот американский сайт и почитайте регламент. Будет ли переигровка в случае дележа первого места? Мне, как комментатору, это очень важно знать. Я просто объявлю об этом народу. Очень вас прошу. Так, задумался Каспаров. Ну, играть конь Д2 пока нельзя. На Д4 подвисает. Ну, а что-то надо делать. Что надо делать, Гарри? Ну, не знаю. А он конь С2 сыграл. Просто упрощает позицию в центре. В центре в случае размен на Е3 белый конь пойдет на Д5. Ну, а следующий ход белых уже конь Д2. Следующий вопрос от зрителей. Роман Ушков спрашивает, поеду ли я в Нью-Йорк на чемпионский матч? Есть такая мысль. Есть такая мысль. Я не буду пока раскрывать деталей переговоров, которые сейчас ведутся. Не исключено, что репортажи удастся вести из Нью-Йорка. Ну, дело в том, что у нас много массовиков-затейников. И Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро сейчас будет, Олимпийские игры. В Рио-де-Жанейро я точно не полечу. Там не будет шахмат. Мне это как-то очень обидно. Итак, конь Е5, слон Е2, слон Б7. Надо защищать пешку Е4. А вот в Нью-Йорк полететь есть шанс. Потому что, конечно, желательно комментировать прямо с места события. Чтобы общаться там с заинтересованными людьми. С людьми из штаба Корякина, например. Ну, и чтобы видеть, как происходит вообще сам матч. Потому что атмосфера матча, ее издалека все-таки трудно прочувствовать. Ну что, Гарри, не надо так надолго задумываться. Я вижу, что он снова отстал на целую минуту. Вот после слон Б7. Казалось бы, что проще. Развивай коня и защищай пешку. Но он, наверное, думает над ходом Ф4. Хочет выиграть сразу. Ф4 и потом Е5. Ну, видимо, Гарри все-таки старается вкладываться в эти партии. Очень серьезно. И каждому ходу передает колоссальное значение. Да, вы знаете, так и сыграл Ф4. Вообще, у Каспарова есть такой чемпионский максимализм. Он стремится играть максимально сильно в любые жанры шахматы. И в блице, в быстрые. Я не видел, как он играет по минутке. Может быть, он вообще по минутке не играет. Но мне кажется, что даже там Каспаров на каждом ходу будет пытаться максимальные какие-то решения выискивать. Ну что, Е5-то, по-моему, надо играть. Заманчиво. Знаете, чертовски заманчиво сыграть Е5. И черным Ферз будет здесь в неприятном положении. Так. Вот меня спрашивают, как я отношусь к блицу со звоном. Звон – это такой же организм. Означает звуковое сопровождение. Когда человек делает ход и сам комментирует происходящее. Я к этому отношусь исключительно положительно. В дружеском блице с друзьями мы обязательно звоним. И звоним серьезно. Ну, школа звона у советских шахматистов – это фирменная вещь. Например, Борис Спаский, когда был маленький, он постоянно звонил во время блица. За что получал тумаки от старших товарищей. Вот. Ну, конечно, надо четко понимать, когда можно разговаривать во время блица. А когда все-таки стоит помолчать. Ну, в официальных турнирах все-таки приходится молча играть. И это очень печально. Итак, играем Е5. Ферз идет на Е6. Ну, что? С одной стороны белые захватывают преимущество. А с другой стороны они дают черным зацепку для подрывов. Д6, Ф6. Конь на Ф5 может выйти. Пункт Ж2, между прочим. Где-то под конь Х4 может попасть Б4. Ой, какой наглый ход. Вы знаете, Гарри Кимович может сейчас заиграться. Ну, почему не развиться? Вот я удивляюсь. Может быть, конь Д2 все-таки надо было сыграть. Может быть, как-то развиться надо было. Б4. Вот, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на положение белого коня. Вот он недоразвит. А если сейчас... А вдруг война? Ну, правда, после Д6 нет угрозы взятия на Е5. Потому что там Ф5 последует. Сразу Ф5 не угрожает. И за Ферз бьет Е5. Конь подвисает. Ой, кстати, там конь Ж4 будет. Ай-яй-яй. Вот она идея белых. Сыграть Ф5 и на Ферз Е5 конь Ж4 с лишней фигурой. Ну, не знаю. В общем, это все выглядит очень хлипко, очень шатко. Может треснуть в любой момент. Ну, черные сейчас должны какую-то активность проявить. Может быть, конь Д5, конь Ф5. Как-то надо попробовать наказать белых за отставание в развитии. Ну, и за такие ходы, как Б4. Конь Н4 сыгран. Итак, белый пешка на Ф5 уже не идет. Ну, я правда отмечу, что пункт Ж2 не под угрозой. Конь на Е3 выполняет массу функций. Но сейчас-то точно конь Д2 надо сыграть. Гарри, развивайся. Гарри, Гарри, развивайся срочно. Пока не поздно. А то ведь в партии с Уэслисо забыл развиться и оказался разгромлен. Вот нам пишут регламент без перебоя, дорогие друзья. В случае дележа первого места никаких дополнительных партий, к сожалению, не предусмотрено. Я считаю это категорически неправильно. Вот те, кто слышали мои онлайны из турнира претендентов, ну, помнят, как я возмущался. В случае дележа первого места в турнире претендентов все решали дополнительные показатели. Неизвестно, кем написаны. Неизвестно, как просчитаны. Ну, в общем, это абсолютно неправильно. В наше время, когда шахматы, в общем-то, действительно становятся настоящим видом спорта, конечно же, нужен перебой. За первое место обязательно необходим дополнительный матч. Дополнительный, ну, как минимум, быстрый шахмат. Вот в турнире претендентов матч быстрый шахмат – это просто необходимость. Без этого нельзя. Без этого шахматы не будут видом спорта. Так, ну что ж, у нас слон G4 сыграно. Ферзя черные, конечно, не зевнут. Я вообще удивляюсь, над чем думает Круана. Ну, фержи… Ой, фержи… Я думал, что фержи 6 – единственный ход. Хода F5 я, конечно, не видел. Ход, конечно, странненький. Теперь белый слон через Е2 на С4, наверное, вернется. Ход F5 довольно спорный, я могу сказать, потому что пешка на Е5 остается возвышаться такой скалой над позицией черных. Да, слон Е2, конечно. И, кстати, путем G3 можно будет черного коня огорчить. Довольно серьезно. Король H8 сыграно. Итак, слон С4 не получилось, но теперь-то Гарри разовьется, наконец. Конь А3, конь Д2, вот конь А3 с идеей, конь Б5, кстати, есть такой ход. Конь А3, конь Б5 и попытаться все съесть. Но не знаю, если уж сейчас Гарри Каспаров не разовьет фигуру, я тогда не знаю, как учить молодежь. Вот как учить молодых шахматистов играть в шахматы, если сам Каспаров, динамик, классик, можно сказать, отец небесный, не развивает фигуры. Слон С4, вы посмотрите, что делает, а? Что делает? А5 не развивается. Я просто в шоке. Я просто в шоке считаю, что Каспаров, в общем, ну, мягко говоря, не прав. Ну, как так можно играть в шахматы? Ну, Ферзь G6 сейчас сыграем. Или Ферзь C6. Что касается... А, ход Д5, кстати, тоже возможен. Там на ЕД конь на этой подвисает. Не знаю, мне кажется, Гарри заигрывается. Вот, опять-таки, это свойство шахматиста, который давно не играл на серьезном уровне. Итак, Ферзь G6, Ладья F2. Ой, может все треснуть. Ну, Ладья D8, D6 сейчас может последовать. Или сразу D6. Но там, правда, Ладья D8 уже трудно будет сыграть. Хотя можно, на D1 с шахом висит. Так, я считаю, что вот сейчас Фабиано обязан все-таки идти в клич. Да, D6, правильно сыграл Фабиано. Надо наказывать великого чемпиона за пренебрежение принципами. ЕД, Ладья D8. Дело в том, что взятие на Е7, но там на D1 жесть шах. Так, что после Ладья D8 все должно быть в порядке ученых. Ладья D8 так и сыграно. D7, ну, можно D7 сыграть. Там как минимум слон C6 и взяли на D7. Я считаю, что у белых может быть здесь только хуже. Смотрите, конь по-прежнему скучает на B1. Пешка B4 неизвестно, что делает. Пункт G2 слабый. В общем, Каспаров увлекся, заигрался. И теперь ему предстоит непростая задача. С учетом того, что у него еще меньше. Смотрите, у него в районе 20 секунд. Ну, вот было сейчас 20, перескочил на 27. Ладья бьет D7. И надо ферзем как-то аккуратно отползать. Ой, ферзь D2. А ладья бьет D2? Если ладья бьет D2, ферзь бьет D2. И, скажем, конь F3. Ну, там ладья F3 будет. Не знаю, очень все хлипко. А если ладья FD8? И потом на F3 можно будет внедряться. Не знаю, не знаю. Эх, Гарри, Гарри. Ну, как же так? Как же так? Ладья Е8. Еще один вкратчевый ход. Белым очень тяжело зачищаться, потому что у них подвисает пункт G2. Похоже, G3 надо где-то играть. Уже в панике. Ну, Гарри, давай, держись. Вот тут надо немножко удачи. Немножко удачи надо Каспарову. Позиция тяжелая. Позиция неприятная. Но, собственно, классный шахматист тем и отличается от всех остальных, что он умеет держаться, держаться и ловить свой шанс. Конь C8 пошел на D6. G3. Ну, теперь, наверное, конь D6 сейчас последует. Конь на E4 прибудет. Ясно, что у черных позиционный перевес. Я думаю, что конь с H4 вообще не обязан никуда уходить. Мне кажется, что здесь черный нагнетай, да нагнетай. И горе не знай. Ну, правда, единственное, что могу сказать, что коню с H4 отступать некуда. Вот такая ирония судьбы. Так, связал по вертикали E. Конь F1. Конь F1. Ну, конь D6, допустим. Слон D3, видимо, надо играть. Прикрывать поле на E4. Ну, теперь конь E4. Я думаю, что все-таки черные должны здесь как-то дожимать. Слон E4. Брать на E4 плохо. Там сразу пешка C3 потеряется. Ферзь D1. Ну, что поделать. Ну, вот, теперь после размена ладья по второму ряду как-то может уйти. А, простите, там же на F3 вилка. Ой-ой-ой-ой-ой. А на конь E4 конь D5 нашелся какой-то ход. А что за ход? Конь F2. Конь F2 и конь D3. Тогда взятие на G6 шахом взяли на E8. Так, ну, здесь все еще возможно. Здесь все еще возможно. Так, вот коня на H4 как бы съесть. Конечно, конь на D5 подвисает. Так, ферзь на C4. А конь F2? Что, зевок что ли просто? Там на E8 же не висит. Ферзь же защищает все. Но чудеса пошли. Чудеса. По-моему, Гарри снова все зевнул. И опять в 125-й раз он зевает коневые штучки. Конь бьет F2. Ну, просто съел ладью. Потом на E8. Да, действительно взял. Потом размен на E8. И конь пошел на G6. Просто чистое качество. Совершенно без контр-шансов. Ну, хорошо. Конь F на E3. Может быть, легкая компенсация у белых есть. Но мне кажется, для такого технаря, как Круана, это решаемая задача. Так, ну, C6 угрожает. Надо играть B5, наверное. Ферзь B3. Ну, это уже нервический... Да, C6. Ну, надо сдаваться. Все, Гарри, все. Коня теряешь. Клиент уезжает. Да, все. Туши свет, сливай масло, вешай коньки на гвоздь. Ну, проигрывает Каспаров. Вы знаете, мне кажется, это была решающая партия. Теперь ясно, что первого места в этом турнире Гарри Кимович не занимает. Он проиграл аутсайдеру и значительно отдаляется от лидера. А лидером у нас после этого тура... Я сделаю маленькую паузу. Становится Хикару Накамура. Он обыграл черными фигурами Весли Со. Давайте посмотрим, как это случилось. Заключительные ходы. Ух ты, как забавно-то. Так, вот стоял такой эншпилек. Ага. Ну, вот Накамура играл черными. Он предложил размен ферзей. Весли Со не смог противостоять соблазну. Ну, на самом деле, пешка лишняя у черных. У черных лишняя пешка. И, видимо, реализация перевеса произошла. Так, Е5. Он мощный прорыв, кстати, отлично. Черному коню открывается дорожка к королю. Взял, взял на С5. Е4. А3. И после Еф последовал... Белый хотели поставить на Е5 слона. Но последовал слон Д4. Блестящий ход. Теперь на король Д4 следует А2. И пешка проходит ферзи. Ну, что сказать, дорогие друзья. Фаворит этого турнира. Изначальный фаворит. Я не стеснялся именно так называть Накамуру. Рвется к первому месту. Итак, у Накамура сейчас 9,5 очков. Он на 1,5 очка отближает Весли Со, у которого 8 очков. И на 2,5 очка уже от лидера отстает Гарри Каспаров, у которого только 7 очков. 5,5 у Каруаны. Вы знаете, все проясняется. Похоже, никакого дележа первого места не будет. Итак, смотрим дальше. Завершился очередной, пятый уже круг этого турнира. И почти все проясняется. Но, тем не менее, борьба продолжится. У нас впереди, дорогие друзья, еще три партии. В следующем поединке Каспаров сыграет черными с Весли Со. Давайте я сейчас сделаю именно такую вывеску. Весли Со белыми играет против Каспарова. Вот. Ну, и теперь есть возможность немножко поговорить. Немножко поговорить. Я просто предполагаю, что сейчас между турами будет у нас очередной перерывчик. Я даже, опять-таки, чуть-чуть поправлю свое горло. Это у меня гроссмейстерская кружка. Я ее привез из города Парижа в 2009 году. И теперь вот она вмещает в себя 0,4 практически. И я чай пью именно такими большими порциями. Меньше пить нельзя. Я когда был в гостях у Бориса Васильевича Спаскова, ну, тогда он был еще бодр и здоров. Вот, по сравнению с этой кружкой, ну, эта кружка совсем мелкая. Спаский, у него такая... Ну, он гроссмейстер побольше, чем я. Гораздо больше. Поэтому его гроссмейстерская кружка, она, ну, вот как-то вот гораздо шире и больше. Вот он, если пил чай, то это были такие бадьи, буквально там 0,6-0,7. Я не знаю. Вот, ну, я как гроссмейстер поскромнее взял себе вот такую и из нее пью. Так, ждем начала партии Уэслисо против Галли Каспарова. Отвечаю на вопросы. Так, ну, как формат идеи турнира, ну, по-моему, идея турнира замечательная. Особенно, если будут играть такие люди, как Каспаров, это всегда праздник для всех нас. Сергей, кто, по вашему мнению, больше всех заслужил стать чемпионом мира из прошлых мастеров, но не стал? Ну, я начну, конечно, с Михаила Ивановича Чегорина, но надо было все-таки стейниц-то обыграть в одном из матчей. Вот, разумеется, можно вспомнить Паулю Петровича Кереса, вот, который, конечно, все... Он даже до чемпионского матча не дошел. Было ужасно обидно, вот уж то, что чемпионский матч-то должен был сыграть. Ну, конечно, Виктор Львович Коршной, ну, ему не повезло, что все-таки, вот, конкуренция оказалась настолько сильной. То Спаски ему пригодил дорогу, то, вот, Фишер, то Карпов, и не получилось все-таки. Ну, были, конечно, много еще замечательных игроков, но вот эти фамилии приходят на ум прежде всего. Так, читаю дальше. Справедливо ли разыгрывать шахматную корону в быстрой шахматы, уж тем более в Армагеддон? Это Олег Проспирин спрашивает. Олег, вы знаете, дело в том, что шахматы должны все-таки быть спортом, не должны быть академичным занятием для узкого круга людей. А спорт предполагает четкий формат и быстрое определение победителя. Вот, смотрите, проводим матч, и мы должны в этом матче выявить победителя. Ну, хорошо, вот играют Крамник Карлсон против Корякина. Счет 6-6. А как иначе? Как иначе за короткое время определить победителя? Ну, допустим, дадим им сыграть еще там 6 партий. Ну, будет счет там, соответственно, 9-9. Ну, дальше-то что? Так или иначе, при Делиже надо все-таки играть дополнительные, дополнительные какие-то укороченные партии. Ну, собственно, в футболе играют дополнительное время и бьют пенальти. Ну, ничего не поделаешь. Чемпионами мира становились по пенальти. Ну, такая вот судьба. Например, в баскетболе тоже есть дополнительные таймы, в хоккей и так далее. Ну, во всех уважающих себя видах спорта все равно определяется победитель. И определяется достаточно в ограниченном временном формате. То же самое должны делать шахматисты и иного пути, кроме как дополнительные быстрые шахматы, а может быть и Блиц, а может быть и Армагеддон, другого пути. Поймите, просто не существует. К этому надо привыкнуть. И в этом ничего плохого лично я не вижу. Ничегошеньки плохого. И Блиц, и быстрые шахматы это тоже шахматы. Вот я подчеркиваю, это тоже шахматы. Это просто немножечко другой жанр, но прежде всего надо сильно играть в шахматы и, конечно, побыстрее. Так, ждем развития событий. Ну, вот хороший вопрос нам задали. Как привлечь Владимира Владимировича Путина к шахматам? Ну, вы знаете, его к шахматам привлекают. Все-таки он вот на матч на первенство мира приезжал, общался и с Карлсоном Санандом. И это уже неплохо. Но дело в том, что Владимир Владимирович не играет в шахматы вот так с молодости. Он предпочитает другие виды спорта. Ну, что ты скажешь. Вот не повезло нам. Борис Ельцин играл в теннис. Владимир Путин предпочитает зюдо. Дмитрий Медведев предпочитает штангу. Он в молодости был штангистом. Ну вот, я надеюсь, что в будущем у нас появится и президент шахматист. Тогда, конечно, шахматы в России расцветут пышным цветом. Может быть, мы даже до советских высот поднимемся. С другой стороны, надо сказать, что даже люди, которые не занимаются шахматами, они все отмечают, вот эти все президенты наши замечательные, они все признают, что шахматы это мудрейшее, древнейшее и вообще одна из самых лучших игр на свете. Так что нельзя сказать, что нас недооценивают и нам не помогают. Все-таки поддержка кое-какая есть, и спонсоры есть, и, в общем, грех жаловаться. Вообще, у российских шахматов неплохая ситуация. Если сравнить с тем, что происходит вот у наших ближайших соседей с шахматами, что там люди копейки не могут найти, какие-то копейки не могут найти на шахматные турниры, на свою сборную, ну, нам грех жаловаться. Я считаю, что все нормально, и вместо того, чтобы жаловаться, надо просто выигрывать, играть и выигрывать. Для начала российским шахматистам надо выиграть Олимпиаду в Баку. Вот надо мужчинам собраться, наконец, и спустя 14 лет, вот, кстати, вот Каспаров как раз у нас последний был, возглавлял сборную в 2002 году в Бледе, я там был, и тогда мы последний раз взяли золото. Вот надо этим сейчас заниматься и взять золото. Ну, наши девчата, к счастью, вот последние три Олимпиады берут золото, вот мужчинам надо на них равняться. Так, ну вот, в связи с тем, что я сказал, Владимир Фомин и Максим Лавров, ФСБ запомнит ваши фамилии, дорогие друзья, ФСБ запомнит. Они написали Дворковича в президенты и Жукова в президенты. Ну, что вам сказать, я думаю, что и Дворкович, и Жуков уже сейчас занимают высокие места в иерархии и, кстати, хорошо трудятся, работают на своих постах. Мне кажется, что следующим президентом России будут люди с другими фамилиями. Вот, ни Дворкович, ни Жуков. Ну, найдется кто-нибудь молодой. Вот, но, наверное, не скоро. Так, вопрос такой, как разрекламировать шахматы, чтобы они могли попасть на экран телевидения? Вы знаете, рекламировать шахматы можно сколько угодно. Лично я этим занимаюсь уже 20 лет. Делаю, как мне кажется, все, что только возможно и, конечно же, все, что нельзя. Но пробиться на телевидение, чтобы пробиться на телевидение, этого мало. Нужны большие деньги. Нужны серьезные продюсерские компании, чтобы вкладывали серьезные деньги в показ, в комментирование, в технологии. Ну, и вообще, в принципе, надо сделать так, чтобы нашим телевизионным компаниям это было интересно. С финансовой, вот я сейчас специально покажу, с финансовой точки зрения, чтобы это было интересно. Так, где же партия-то у нас? Почему партия не начинается? Я надеюсь, что Гарри Кимович хорошо там себя чувствует, да? Потому что сейчас, понятное дело, после этого поражения он, наверное, пребывает в бешенстве. К сожалению, я сейчас не вижу картинку с места игры. У нас какое-то определенное зависание. Картинка американская возникла. Ну, это все американские, видимо, проблемы. Видимо, в Америке интернет слабенький. Так бывает иногда. Вот, ну, я надеюсь, что партия рано или поздно начнется. А вы, дорогие друзья, сигнализируйте мне в чате, началась ли партия. Может быть, я что-то пропускаю. Так, ну вот предлагают Сергея Шипова в министры спорта. Вы не против? Нет, дорогие друзья, я против. В министры спорта я не пойду. Пусть этим занимается товарищ Мутко и другие наши ответственные чиновники. Знаете, каждому свое. Вот представьте себе, что я буду министром спорта, а Мутко будет сидеть на моем месте и комментировать шахматы. Вот вы согласны на такую рокировку? Лично я не согласен. Я думаю, что я все-таки буду гораздо хуже министра, чем он. А как он комментирует шахматы from my heart? Да, вот как-то по-английски будет что-то комментировать. Нет, я категорически против таких рокировок. Так, вот Дима Захерман задает резонный вопрос. Справедливо ли, что чемпион защищает титул? Не лучше ли, чтобы он каждый год играл на равных правах со всеми, как в Лиге чемпионов, например? Вы знаете, Магнус Карлсон, нынешний чемпион мира, точно так и говорит, что надо отказываться от чемпионского матча. Он готов защищать свое звание, например, в Кубке мира. То есть Кубок мира сделать чемпионатом мира. Ну, эту идею ни чиновники не поддержали, ни большинство экспертов. Но, в принципе, я согласен с тем, что у чемпиона слишком много привилейки. Я вообще считаю, что чемпионский титул надо разыгрывать не в матче, а в матч-турнире. Должен быть большой матч-турнир. Там 6-8 человек. Ну, минимум 4. Да, вот минимум 4. На самом деле 6 человек идеально. И большой матч-турнир. Не знаю, там 2 круга, 4 круга. И, соответственно, вот уже, чтобы все реальные претенденты могли встречаться лицом к лицу. Потому что это гораздо будет интереснее, чем матч. Вот. Ну, и, соответственно, тогда не будет таких уж больших привилегий у чемпиона мира. Ну, другая версия, что, допустим, если мы проводим претендентские матчи, несколько матчей и потом финал, можно сделать так, что чемпион мира начинает с четвертофинальной стадии. Или с полуфинальной. Но это уже дело техники, вот придумать какую-то такую схему. Вот. Я с вами абсолютно согласен. У чемпиона мира по шахматам слишком много привилегий. Так. Ну, где же Гарри, Гарри? Ну, давайте играть. Я обращаюсь сейчас к зрителям. Вот у вас, может быть, есть альтернативные источники. А партия-то вообще не началась. Может быть, это у меня тут зависание возникло. Есть такое страшное подозрение. Но я пока почитаю следующий вопрос. Сергей Юрьевич, вы согласны в любом случае с тем, что выступление Каспарова здесь блестящее в Сент-Луисе? Ну, вы знаете, вот ему надо достойно финишировать. Сейчас он занимает третье место из четырех. То есть он отстает и от Накамура, и от Весли Со. Но то, что по уровню игры, по своему умению, видно, что Каспаров играет здорово. Просто здорово. Иногда поднимает очень сильные ходы. Регулярно переигрывает своих соперников. Но, к сожалению, не может играть ровно всю партию. Просчитывается. Просчитывается. И вот сейчас видно, что он не держит время. В какой-то момент он просто засыпает за доской. И слишком уж сильно отстает от соперников. Так, я...